Проходит матушка зима, март наступил, запели птицы, и скоро будут гнезда вить, растит потомство, а пока любви наставшая пора, дурманит голову, чарует, и каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я, готов! Мы слышим мартовских котов и воркование голубей, и жизнь нам кажется добрей, милей и где-то даже веселей. 17 марта. День Герасим Грачевник. Назван в честь преподобного отца Герасима, жившего на Иордане. Он был великий постник. Еще с молодости он воспитал себя в страхе Божьем. Приняв монашеский сан, удалился в египетскую пустыню. Оттуда он пришел в Палестину и поселился в Иорданской пустыне. Его жизнь была настолько добродетельна, что он подобной светлой звезде блистал. При реке Иордан он устроил себе обитель. Ему даже бессловесный зверь служил, как разумный человек. В это время возвращаются прилетные птицы, предвестники весны. Сегодняшний день был известен и как день, который следует изгонять из дома Кикимор, злых духов. Поэтому у этого дня есть еще одно название – День Кикимор. А изгоняли их так. Сегодня самая старшая в семье женщина должна начисто вымести пол в доме. Особенно тщательно выметалось пространство возле печи. Кикимору вместе с мусором выбрасывали из дома. Важно помнить, как только перелетные птицы отправятся в теплые края, она может вернуться назад в дом. Незамужные девушки сегодня гадали. Они выбегали во двор и смотрели, кто встретится на их пути. И если женщина, значит удастся выйти замуж в этом году. Крестьяне очень уважали грачей, так как они были предвестниками весны. Заодно грачи уничтожали вредных насекомых. Отсюда еще одно название дня – Герасим Грачевник. Приметы. Какая погода на Герасима, такая будет следующая зима. Первым, кто увидит грача сегодня, будет весь год богатым и счастливым. Грачи сегодня уселись на старые гнезда, жди дружной весны. Если сегодня новую обувь обувь, шея болеть не будет. Сегодня солнечно-ясная похода, значит в лесу будет много ягод. Сегодня не следует подвергать себя каким-либо операциям и посещать стоматолога. Не совершайте сегодня крупные покупки, они окажутся бесполезными. Сегодня хорошо завершать дела. А теперь, что касается проблем со спиной. Со спиной, но это случилось после, когда уже у меня ума немножечко я набрался. Понимаете, набрался ума. Это очень важно. Вот. Ситуация была очень сложная. Раздавил себя, расплющил там в тазе все сам своей глупостью. Понимаете. Вот. Дня два, три, четыре я лежал ногами вверх, потому что я не мог найти положение, в котором бы не болела спина. То есть это такая вещь. И как, и то, и все, и упражнения, и растяжки, и подтяжки, и мази, и что только, что только не было, лишь бы не болело. Я привожу свои снимочки, которые мне сделали. И вот я хожу. И вот я с утра встаю. С утра я встал. И мне хочется... Знаете, с утра встал, мне ничего не болит. И мне хочется танцевать. Что я и делаю? Танцевать ты. Понимаете. Это настолько удивительный контраст, когда ты там болел, когда ты там не знал, что там делать. Когда там вот-вот-вот-вот. Никто, ничего тебе не может помочь. Все эти уже там массажи, вот и прошел по десяткам раз. Всякие разные. И тут на. Когда ты только за счет вот этого своего понятия смог самоисцелиться, раз ты это сделал, и далее, и далее ты ходишь, ходишь, понимаете, ходишь. И не чувствуешь, что там у тебя где-то там у спины там заболело. Что там сбоку заболело. Куда-то там идет по этому седалищему нерву. Или еще там по чем-то она там идет, а ты там еще скул он. Ты просто рад вот этому, понимаете. А от этой радости хочется вот-вот-вот появляется избыток энергии, которой хочется вот петь, плясать. Просто радоваться жизни.